Ленинградский кодекс, Олепский кодекс, Вашингтонская Агада, Сборник Ротшильда, Мюнхенский манускрипт. И, поверьте мне, этот список можно продолжать и продолжать. Многие важнейшие рукописи известны нам сегодня по местам их хранения или по именам их бывших владельцев. И эти названия ничего не могут нам рассказать ни о месте переписки, ни о времени, ни о мастерах, которые завершили эту работу. «Жемчужины в короне» – это цикл из десяти встреч с любителями книжных сюжетов. Я расскажу вам о еврейской книге X-XV века, о рукописях и о самой первой печатной книге. Каждая из этих книг является действительно «жемчужиной» в короне еврейской письменной цивилизации. Я приглашаю вас в наши золотые кладовые. Начинаем любоваться жемчужинами. Сегодня мы с вами будем говорить о так называемом Ленинградском кодексе. Это совершенно уникальная рукопись, самая древняя рукопись полной еврейской Библии с датой. Это и шедевр еврейской каллиграфии, и шедевр иллюминаторского искусства, и исключительно важный памятник для библиистики, для изучения еврейского текста Библии. Но прежде чем мы начнем говорить о самой этой рукописи, я хочу буквально, как говорили на одной ноге в Талмуде, обозначить несколько терминов. Когда мы говорим «Библия» или «Еврейская Библия», мы имеем в виду те книги, которые вошли в канон Библии иудаизма. По каноническому счету этих книг 24. Делится этот канон на три части. Тора или Пятикнижия, Пророки и Писание. Мы, естественно, не знаем, когда эти книги были написаны. Тексты там совершенно разные, от XII века до нашей эры, до текстов начала нашей эры. Но мы можем вот что сказать. Мы думаем сегодня, что первая часть Пятикнижия была отредактирована и зафиксирована в V веке до нашей эры. Книги Пророков в первой половине IV века до нашей эры. А Писания в конце I века нашей эры, но дискутировались и дальше. И можно даже сказать, что до самого начала III века нашей эры. В общем, скажем так, что общая редакция тех книг, которые мы сегодня называем «Библией» или «Еврейской Библией», она, очевидно, завершилась в III веке нашей эры. Но дальше евреи рассеялись по миру. Они говорили на разных языках. И язык, фонетическое звучание Библии постепенно смывалось, забывалось. И появилась необходимость зафиксировать полностью этот текст. И вот появилась необходимость придумать гласные знаки, поскольку записывалась она сначала консонантным письмом, то есть только согласными. Эта работа началась примерно в VII веке нашей эры. Проходила она в разных местах. Но если говорить коротко, то где-то вот к IX, к первой половине X века окончательно сформировалась так называемая Тивериадская школа. И последний ее представитель, Аарон бен Ашер, он зафиксировал для нас полностью и фонетику еврейского текста, и создал научный, первый научный аппарат, с которым можно было с этим текстом работать. Так что мы можем сказать, что вообще вот та каноническая Библия, которую мы видим сегодня, она была полностью завершена в первой половине X века. Ну а теперь давайте вернемся непосредственно к нашему Ленинградскому кодексу. Вот я думал, как начать этот рассказ. Как его начать? Я не знаю, как его начать. Вот я придумал такое начало. Я правда это так вижу. Представьте себе, Одесса. Не просто Одесса, а это Лонжерон, дом номер 4. 1845 год. Конец октября, начало декабря. Появляется на Лонжероне человек, по тем понятиям достаточно пожилой, ему было, по-моему, 57 лет. Одет и нестандартно для такого крупного города, как Одесса. Я бы сказал так, одет по-восточному. И он не спеша подходит к этому зданию, в котором недавно расположилось общество истории и древности. Вот давайте посмотрим, как он колоритно выглядел. Не знаю, так ли он был одет, но он вообще примерно так одевался всегда. Он подходит к этому зданию. Он вообще-то известный человек. Член-корреспондент этого непосредственного общества. Его пропускает Швейцар, и он поднимается на второй этаж. Это кто? Это знаменитый лидер караимов Авраам Феркович. Он караим, то есть человек, предлежащий секте людей, которые признают библейский закон и не признают талмудический. Он невероятный исследователь, любитель еврейских древностей. И он человек, который как раз по поручению этого исторического общества в течение 1839 и 1840 годов устроил, можно сказать, охоту за еврейскими рукописями в Крыму и на Кавказе и собрал достаточно внушительную коллекцию. Отобрал из нее лучшие экземпляры и привез их в Одессу, чтобы показать эти рукописи любителям древности. Но не просто показать рукописи, а общество решило издать каталог этих рукописей. И пригласили такого немецкого гибраиста Эфраема Пиннера, чтобы он подготовил этот каталог. И он действительно подготовил. Пиннер был очень колоритной фигурой, тоже в двух словах скажу. Это был человек, который решил перевести талмуд на немецкий язык, искал спонсора. И, как ни странно, нашел его в лице императора Николая Первого. Император Николай Первый очень не любил евреев и считал, что вся беда идет от талмуда. Поэтому был заинтересован в том, чтобы перевели для него талмуд. И он понял, что же там написано. Пиннер перевел только первый трактат «Броход». На этом их взаимоотношения... Кстати, с посвящением Николаю Первому. На этом их отношения кончились. Но он остался в России. И его пригласили сделать этот каталог. Он подготовил каталог. Практически отнес его уже. Сдали его в печать. И вот тогда появляется наш с вами друг Авраам Фиркович. Как я уже сказал, поднимается на второй этаж. И те, кто его встретили... Возможно, это был Пиннер. Возможно, это был глава этого общества. Не знаю, кто его там встретил. Но вдруг они заметили, что вообще-то он держит сверток большой в руках. И он развернул этот сверток и положил на стол перед этими людьми рукопись. И тут я, честно говоря, даже и не знаю, как... То есть я знаю, о чем рассказать. Я не знаю, как рассказать. Я себе представляю, что все те, кто находились вот вокруг этого стола, они замерли в потрясении. Потому что такой рукописи никто никогда не видел. Это был фантастический по красоте и по изяществу том полной еврейской Библии от первой до последней буквы, который был написан так, как будто его вообще написали вчера. Все абсолютно читалось. Но на самом первом листе этой рукописи было большое посвящение, где была указана дата, место переписки. Это было написано, что это было переписано в Египте. Но мы знаем, что так обозначали Каир или старый Каир, Фустат. Но главное, что там в первых пяти строчках была указана дата переписки. Эта дата была указана в пяти разных системах летосчисления, которые использовали евреи. Эти даты немножко не совпадают друг с другом. Но для 1845 года это несовпадение было неважным. Я, с вашего позволения, все-таки прочту вам, что же там было написано. И завершена была эта рукопись в месяц Сиван года 4770-го Отцетворения Мира. Это тысячадесятый год. И это год 1444-й с изгнания царя Иихонии. Это тысяча тринадцатый год. И это год 1319-й по царству греков или по эре контрактов и прекращению пророчества. Это тысяча восьмой год. И это год 940-й по разрушению второго храма. Это тысяча восьмой год. И это год 399-й по хиджвы. Это тысяча девятый год. Но сегодня мы думаем, многие спорили, какой год все-таки правильный. Сегодня исследователи склоняются к тому, что надо датировать эту рукопись тысяча восьмым годом. Что, скорее всего, именно эта датировка была лучше всего известна писцу. Но академически можно сказать, что рукопись была переписана в период с тысяча восьмого по тысяча тринадцатый год. Я хочу еще раз подчеркнуть, что у нас до сегодняшнего дня не существует полной еврейской Библии, более древней, и с указанной в ней конкретной датой ее изготовления. Мне посчастливилось много раз обращаться к этой рукописи. Я ее описывал и для своих изданий, и для международного проекта по описанию еврейских датированных рукописей. Поэтому я просто воспользуюсь своими записями и скажу вам, что в рукописи 491 лист. Переписана она на очень тонком, хорошей выделке пергаменя. Стороны этого пергамена немножко отличаются. Одна более желтая, другая более белесая, можно сказать. Так, собственно, и положено было делать это. Скомпонована она из тетрадей, каждая из которых состоит из пяти сдвоенных листов. Написана каллиграфически. Каждый стандартный лист переписан в три столбца. Потом мы увидим с вами такой стандартный лист. В этой рукописи, вы не поверите, восемь калафонов. Калафон – это текст, который писец писал от себя и в котором фиксировал те или иные библиографические данные. Когда он переписал эту рукопись, для кого переписал, где переписал и так далее. Вот здесь он это сделал восемь раз. И давайте посмотрим, например, с вами сейчас на самый удивительный, самый знаменитый лист из этой рукописи. Это калафон. Но сегодня мы говорим в виде маген Давида, хотя вообще это, конечно, географический орнамент. Здесь написано. То есть, я, Шмуэль, бен Яков, переписал, в колезавал, и снабдил Масорий этот кодекс в честь законоучителя нашего Мевораха Хакогана, сына Иосифа, который известен как Бен Аздад. Да будет он благословен к жизни. Значит, вот Шмуэль бен Яков, писец нашей рукописи. Это был очень известный каллиграф и очень образованный человек. Почему я подчеркиваю это? Дело в том, что, как правило, в подавляющем большинстве случаев библейский текст переписывали два мастера. Один переписывал непосредственно текст, квадратные буквы, консонантные. Второй, так называемый Масорет, от слова Масорет, Масора, то есть передача, традиция, знания, он вокализовал этот текст и обрамлял его вот этой Масорой, то есть комментариями, которые он писал сверху, снизу и между строчками. Шмуэль бен Яков был и писцом, и невероятным знатоком Масоретом, который сам выполнил всю эту работу один. Мы знаем, сегодня четыре, сохранилось сегодня четыре рукописи, переписанные им. Одна из них, кстати, тоже хранится в Ленинграде, в Российской национальной библиотеке, как и Ленинградский кодекс. И рукопись эта тоже совершенно уникальная, также каллиграфически написанная. Это пятикнижие с переводом на арабский язык Саади и Гаона. Еще две рукописи хранятся в частных собраниях. А одна рукопись есть, в которой он четко написал, что он ее отредактировал, но не переписывал. То есть перед нами настоящий мастер, каллиграф, который очень дорого оплачивал с его работой. Вот в Каирской генизе мы нашли несколько документов, где его имя фигурирует. И в частности там есть расписка о том, что он получил, если я не ошибаюсь, 25 динаров за переписку библейской тоже рукописи. Пророков и Писания, то есть без пятикнижия. 25 динаров – это очень большая сумма. Это можно было лет 5-6 снимать хороший дом с садом, бассейном и не знаю там чем еще. То есть это приличные деньги. Платили такие деньги только мастерам очень высокого класса. Меворах, наш Робана Мевораха, Кохен Бен Йосеф, Тоже известная фигура. Это был, видимо, очень богатый, раз мог себе позволить такой заказ, но и очень порядочный представитель караимской общины Каира. Его имя появляется в нескольких документах в Каирской генизе. И в частности о его порядочности можно судить по документам, где он фигурирует как опекун несовершеннолетнего мальчика. И он печется о том, чтобы мальчик вовремя получил, когда стал совершеннолетним, свои деньги, чтобы его никто не обманул, не обокрал и так далее. То есть видно, что опекунство это поручили человеку, которому полностью доверяли и слава которого была достаточной. Вот представляете себе 8 таких колофонов. Давайте теперь посмотрим еще на один колофон. Вот в этом колофоне есть одна исключительно важная новая деталь. Здесь написано, Шмуэль бен Яаков, снова повторяется, да, Катафтеве, как ты, то есть я и вокализовал, и переписал, и снабдил Масарой. Этот список Библии. Вот здесь четко написано, что он сверял вот этот наш с вами кодекс с кодексом, который переписал непосредственно последний представитель династии вот этих Масаретов, Аарон бен Ашер. Это исключительно важное замечание, потому что Аарон бен Ашер выпустил наиболее точную, наиболее выверенную версию Библии. Поэтому, имея в виду вот этот, имея в руках вот этот кодекс, который был переписан вообще-то, ну лет через 80, наверное, после ухода из жизни Аарона бен Ашера, тем не менее мы можем практически полностью доверять и вокализацией, и Масаретским фрагментам, которые здесь зафиксированы. Ну и еще давайте посмотрим на этот лист с другой точки зрения, с точки зрения того, что это совершенно уникальный шедевр иллюминации. Вот таких листов, которые обрамлены золотом, украшены геометрическими орнаментами, в которые вписаны различные библейские стихи. В этой рукописи, если я не ошибаюсь, 16. Это фантастически дорогая рукопись. Листы эти называются ковровыми, да, да при шактиах на иврите. Вот эти ковровые листы, они были характерны для очень дорогих Коранов и для очень дорогих корон библейских. Коронами называли вот именно рукописи Библии. Так что нам, снова подчеркиваю, очень важно она не только как вот памятник, но и как памятник, по которому библеисты могут изучать этот текст. А теперь давайте вернемся снова к вот листу первому и посмотрим на его низ. Внизу, уже после окончания колофона, вы видите темными, более темными чернилами зафиксирована дарственная надпись. Она как бы нам рассказывает о дальнейшей жизни этой рукописи. Здесь написано, что эту рукопись приобрел, рукопись Мицхав, они обозначают слово, да, приобрел господин наш Мацлия Хакохен, Рош Ешиват Геон Яаков. И дальше внизу вот мы видим год. Шнат Алиф Тав Мем Вав Лиш Тарот. Этот человек нам тоже очень известен. Он был ректором знаменитой Ешивы Геон Яаков, которая находилась в тот период времени в Фустаде. А период времени этот, если мы переведем на современное летосчисление, это 1135 год. Вот у нас есть следующий этап, да, мы знаем 1010, 1008 год, 1135. Если мы посмотрим на другой чистый лист в этой рукописи, в самом ее конце, то там есть еще несколько записей, в которых, во-первых, появляется год, запись, первая запись, она на иудео-арабском языке, то есть на арабском языке, но записанном еврейскими буквами. Здесь появляется год, который читают все по-разному, но мы его прочтем как в 1528 год. А ниже появляется запись с другими чернилами, но от этого же человека, в которой зафиксирована передача этой рукописи в дар караимской общине города Дамаска. Вот в последней строчке там есть слово «дамэшик». Дамэсик. Вот, значит, мы понимаем, что она была в Дамаске, наверное, в тот же период. Наверное, это произошло в 16 веке. Дальше, что мы про нее знаем? Когда она появилась, собственно говоря, у нас, в руках Ферковича? Это очень хороший вопрос. Как раз Феркович пишет в своей книге «Авнейзик Корон», что эта рукопись впервые появилась, или он впервые упоминает ее, в 1840 году. Он рассказывает о том, вот он так пишет, в четверг, 21-го числа Адара, 2-го, то есть это 26 марта 1840 года, я взял все древние книги и свитки, кое я нашел, а также очень дорогую книгу 24-ех, написанную в 4770 году в Египте, то есть он указывает 1010 год, привезенную из Дамаска. Вот это его упоминание. Значит, вот мы знаем, что он с этой книгой пошел и показал ее Матвею Матвеевичу Муромцеву, который был губернатором в тот момент. Дальше, соответственно, мы знаем, что в 1845 году Феркович принес эту рукопись в Одесское общество истории. И что было, оставалось сделать Пиннеру, о котором мы уже говорили. Каталог был полностью готов, но он эту рукопись описал отдельно и сделал как бы как суплемент, как добавление в конце, придав ей номер 19-Б или 19-БИС. Вот так, кстати, выглядит вот этот каталог Пиннера. Это самое первое описание нашей с вами рукописи. Кстати, очень хорошее и подробное. Дальше. История была такая, рукопись эта осталась в Одессе. Но в 1863 году она из Одессы была переведена, перевезена в Санкт-Петербург, в Императорскую публичную библиотеку. Потому что в Императорскую публичную библиотеку Феркович продал так называемое свое первое собрание и условием покупки было то, что те рукописи, которые находятся в Одессе, тоже будут влиты в это собрание и попадут в Петербург. И вот наша рукопись оказалась в Императорской публичной библиотеке, где она прекрасно и жила. Собственно говоря, можно сказать, что она не покидала стены этой библиотеки только два исключения. Удивительным образом в 1935 году рукопись на целых два года отправили в Ляйпциг. Отправили вот с какой целью. В Ляйпциге готовили первое критическое издание всей еврейской библии. И исследователям было понятно, это исследователи Кале и Киттель, им было понятно, что без этой рукописи такая работа невозможна. И большевики действительно отправили в нацистскую Германию еврейскую рукопись. Она прожила в Ляйпциге два года и в 1937 году спокойно вернулась назад к большевикам. Следующим этапом, который мы можем отметить, когда она все-таки покинула территорию Императорской публичной библиотеки, был период Второй мировой войны. С июля 1941 года по октябрь 1945 года рукопись в составе рукописного фонда находилась в эвакуации в городе Мелекес, ныне это Димитровград, Ульяновской области. И, соответственно, в 1945 году она вернулась снова в Петербург. Значение этой рукописи для библистики, мне кажется, уже нам понятно с вами. Действительно, с тех пор ни одно научное издание не выходит в свет без учета версии нашего Ленинградского кодекса. Но давайте еще просто посмотрим с вами на его страницы. Вот, например, это знаменитая «Песня моря» первая, да? Это ее начало. Просто она переписана, как и положено, как называется, так сказать, кирпичиками, да? Но это вот именно так и должно быть. Посмотрите, в середине библейский текст, да? «Шир Моше», а по краям вот это «Масора». Видите, длинные-длинные буковки «Ламот» с такой шеей, как у жирафа. Это арамейское слово «Лейта». Вот это слово обозначает, что то слово в библейском тексте, над которым стоит кружочек, вот, например, он очень хорошо виден в слове «Анвегу» в середине. Никогда больше в этой форме в Библии не появляется. Следующий, давайте посмотрим. Это начало «Песни моря». Вот, можно посмотреть на ее конец. Вот это, да? Второй лист. И посмотрите, часть вот этого текста, если мы вверх посмотрим, вот это «Масора», которая показывает нам, где еще, какие слова или словосочетания этого текста употребляется в других частях Библии. Но частично она уже написана как геометрический орнамент. Давайте посмотрим еще лист. Вот, например, этот прекрасный. Вот это стандартное написание. Посмотрите, три столбца одинаковые, между столбцами текст «Малой Масары», между первым и вторым столбцом в такой как бы рамке написано «Хацисефер», то есть отмечена середина переписки книги. Над текстом и под текстом это большая «Масора». В самом низу, вот видите, «Алэфтав», это так называемый «Кустот», это первое слово следующей страницы. И давайте теперь вернемся еще раз к вот этой вот надписи и увеличим ее последнюю строчку. вот мне здесь написано, смотрите, «Арур гонва ве Арур мохра». «Да будет проклят тот, кто украдет эту рукопись, и да будет проклят тот, кто ее продаст». Вот этими словами я хотел бы в общем-то закончить наш сегодняшний рассказ о ней. я очень надеюсь, что ее никто не украдет, очень надеюсь, что ее никто не продаст, и что она будет в мире и покое жить в библиотеке и также быть доступна исследователям. Последнее, что я, наверное, скажу, что у нас сегодня существует помимо огромной научной литературы, посвященной этой рукописи, ее два фоксимильных издания. Это очень важно, что в разных библиотеках мира можно сегодня увидеть эти два фоксимильных издания, плюс вообще весь текст этой рукописи сегодня можно найти в интернете. Я первый раз увидел эту рукопись, когда мне было 33 или 34 года, и с тех пор я обращался к ней несколько раз, раз 6 или 8 за все эти годы. Последний раз я видел ее года 3 тому назад, то есть целую жизнь я провел как бы беседуя с этой рукописи. И чем я становился старше, тем трепетнее было мое к ней отношение, тем больше я волновался каждый раз, когда ее открывал, понимая, какой уникальный шедевр я держу в руках. И когда я читал библейский текст в этой рукописи, я испытывал такое эстетическое наслаждение, которого, пожалуй, не испытывал никогда, читая этот же текст в других вариантах. До свидания. До следующей встречи в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok